Два года назад на этом месте был пустырь. Сегодня новый животноводческий комплекс. Таких предприятий в Ижегодский район не видел, наверное, лет 30. И все это делало рук местного жителя Александра Левкина. Пять лет назад он купил здесь убыточное сельхозпредприятие. Сегодня оно выросло почти в три раза. Вот и дело будет. Это молочный блок. Вот этот танк охладитель, на сколько тонн? На 5 тонн. На 5 тонн. То есть с запасом? Ну еще не совсем. Или не хватит? А там еще место есть на 5 тонн. А сколько вы сейчас сутки доите? Мы сейчас доим где-то тонны, наверное, полторы. Тонны, полторы. Но в планах у вас и этого не хватит? У меня есть куда развиваться. И паюка у каждой короны получается или на две только? Ну, как бы, на паилку, на две головы. На две головы. Все работает, да? Да, все работает. Все запущено. Молокопроводы все промыты, все готовы работать. Хоть сейчас запущено. Это тоже утеплено, да, помещение? Все утеплено. Все утеплено. И навоз будет сразу... Ну, как бы, не будет тут ничего революционного цикла. Все будет сразу возить. Сразу убираться будет, да? Да. У нас есть площадка для навоза хранения. Ну, и на свой страх, риск, как бы, хоть оно и не запланировано было у нас в планах, я еще сделал телятник. Ну, пойдемте глянем телятник. Сейчас у нас 121 голова. К августу месяцу мы должны 30 голов еще запустить, чтобы у меня была нагрузка на доярок полная. Ну, и 60 голов мы запускаем ремонт на стадо. В 2020 году мы должны уже на полную мощность эту ферму запустить. 200 голов у нас должно быть. И, получается, 100 голов у нас должно быть ремонт на стадо. На счета там, ну, бочков там, такой мелочи, как говорится. Я думаю, что мы к 2000 году на 350 уже должны выйти. У нас сейчас молоко уходит на Вологодское мороженое. И на следующий год, на 2020 году, нам нужна модернизация фермы для ремонтного стада. Нетелок. Получается, 100 голов. Приехали из Киржгородецкого района. Но мы жили до этого с августа месяца в Междуреченском районе. Там села старая, там работали. Потом переехали сюда в конце марта. Там позвонили, что требуется оператор машины ДН. И мы решили сюда приехать. Это очень нравится. Это там работали, там была тоже ферма новая, но там не такая. Все по-другому было. А здесь очень нравится. И коллектив здесь очень хороший. Чисто по ферме у меня, получается, один человек. Сейчас еще кроме этой фермы мы еще строим три квартиры. Так что у нас работы очень много. Вот сейчас в первую очередь, ну и надо запустить три квартиры для приезжих. Ну, чтобы они здесь все съели. Все им, как бы, крятки, картошку, все им посадили. Так что надеемся, что они здесь у нас останутся. Впечатление очень положительное. Это говорит о том, что та господдержка, которую выделяет правительство для возрождения сельского хозяйства, для модернизации, для реконструкции, для строительства новых комплексов, все это реализуется. Кристианское фермерское хозяйство Александра Борисовича Левкина получило грант в размере более 17 миллионов рублей на строительство данного животноводческого комплекса. Это очень серьезная сумма. Значит, грант он выиграл в рамках конкурса. Доказал перспективность, доказал то, что у него все расчеты соответствуют и его задачам, и результату. Соответственно, кроме вот этой грантовой поддержки, которая безвозмездная, которая один раз выплачивается, и, соответственно, нужно достичь тех показателей, которые ты заявил. И мы уверены, что вот уже видя сегодняшний результат, он их достигнет. И, соответственно, как фермер он получает дополнительно, как и все другие сельскохозяйственные товаропроизводители, и фермеры, и сельхозорганизации, целый ряд господдержки по разным направлениям. Это и на производство молока, и на прирост поголовья, это и поддержка по растениеводству, потому что корма заготавливать будет сам. Последние годы у нас увеличивается господдержка в целом сельскохозяйственной отрасли. В этом году губернатор дополнительно два серьезных транша обозначил, что мы в бюджет увеличим. В бюджет сельскохозяйственной отрасли на сегодняшний день уже было заявлено, что общая сумма досниг где-то 2 миллиардов 800 миллионов. Таких денег сельское хозяйство Вологодчины не видело много-много лет. И самое главное, что в бюджете деньги на это есть, и самое главное, что у губернатора и правительства есть понимание, что сельское хозяйство – это одна из основных точек опоры не только для экономики Вологодской области, но и для ее социального развития, для социальной устойчивости. Я команду подобрал, которая меня поддерживает, они хотят работать, они помогут, они вот сегодня в 5 утра встали, работают, и как бы никто не жаловаться. Так что все вот, главная команда, ну, наверное, и желание, и все, больше ничего не нужно. Остальное, я думаю, в департамент придут, всегда помогут.